Здравствуйте! Вы на канале ЧЁТВ. В студии я Андрей Щербаков и мы сегодня продолжаем цикл лекций по дрели славянской буквицы. В прошлый раз мы с вами перешли к рассмотрению уже вертикалей нашей буквицы, но прежде чем перейти к вертикали, мы поговорили о слогах, которые формируются из нашей буквицы. И вот сегодня мы продолжим эту тему, то есть прежде чем мы рассмотрим еще две вертикали, то есть у нас получается сегодня третий и четвертый вертикаль, и соответственно рассмотрим эти иконы, которые зашифрованы в эти вертикалях, мы с вами поговорим о трех, вернее даже о четырех на самом деле слогах. Первый слог у нас будет арь. Арь это вместилище, сохранность, ответственность за что-либо. Здесь очень интересные слова, в состав которых входит этот слог, и соответственно он очень четко показывает смысл вот этого слога. Ну, например, слово «главарь». Следующее слово «государь». Следующее слово «утварь». Все три слова, которые мы сейчас с вами рассмотрели, их смысл заключается в том, что либо это некое вместилище, либо это ответственность. Следующее слово – это словарь. Ну, здесь тоже достаточно просто. Арь слов, да, то есть вместилище слов. И последнее слово, которое мы с вами рассмотрим с слогом «арь» – это «ларь». Это «людие» и «арь» – хранилище, так? То есть это хранилище, где люди что-то, соответственно, свое держат. Ну, собственно, чем является слово «ларь». Следующее слово, которое мы с вами рассмотрим, это «ау». Здесь какой здесь смысл? Смысл здесь – полнота. То есть с точки зрения людины «ас» представляет полноту знания о мире. Здесь значение слов, которые мы с вами рассмотрим, это первое слово «алтарь». Это полнота, где что-то твердое, ну, то есть что-то такое важное, так сказать, хранится «арь». То есть чем является у нас алтарь? Это хранилище для каких-то важных вещей. Следующее слово, которое мы с вами посмотрим – это «алхимия». Здесь как раз тоже все очень понятно, да, что это химия во всей ее полноте. То есть есть просто химия, а есть алхимия. Так вот, алхимия – это химия, которая более полно рассматривает все происходящее явление. Теперь мы с вами посмотрим обратное сочетание буквиц. Это у нас было «ал», а теперь «ла». Это уже у нас не сама полнота, а стремление к полноте. То есть людская общность «л» выходит из истока «ас» и стремится понять жизненное предназначение. То есть «ла» – это стремление к полноте, а не сама полнота. Какие здесь примеры? Первый пример – «лавра». То есть стремление «ла» ведать свет «ра». То есть стремление ведать свет. Вот что такое «лавра». Ну мы знаем, да, «лавра» – это очень крупный монастырь, ну как сейчас, так сказать, значение его. То есть это место, которое стремится узнать или ведать свет, то есть «ра». Следующее слово – это «латы». Ну то есть здесь стремление к полноте «ла» – твердая структура, которая «еры» – это в единстве. Понятно, что это у нас в полноте защищает, так сказать, ну в частности там наше тело. Отсюда, кстати, слово «латать». Вот слово «латать» это и «латы». Они, в принципе, очень… Они однокоренные и, соответственно, принцип тот же самый. И последний слог – это слог «лат». Это люди, стремящиеся к истоку, то есть творящие добрые дела. Здесь мы с вами рассмотрим четыре слова практически однокоренных, но у них меняются «начало». То есть первая буквица, она у них разная. Эти слова будут «уклад», «оклад», «склад» и «вклад». Ну давайте начнем сначала с корня. У нас здесь получается корень «клад». Како «лат». Если мы будем расшифровывать это слово по буквицам и по слогу «лат», како «лат», то есть гармонизация для доброго дела. Итак, смотрим. «Клад», но с «оук». «Уклад». Это, соответственно, гармонизация для доброго дела, но для родовой структуры, поскольку «оук» у нас означает родовую структуру. Дальше следующее. «Оклад». Здесь у нас, соответственно, «он». Это для божественной структуры. Следующее у нас слово «склад». Здесь слово, то есть здесь у нас речь идет о материализации, то есть о чем-то материальном. Отсюда у нас «склад» идет. Так? И следующее слово у нас «вклад». Первая буквица у нас «веди», то есть для познания. То есть получается, смотрите, Смотрите, у нас получается одно и то же слово, но меняя первую буквицу, мы получаем совершенно разные смыслы. Ещё раз повторюсь, смотрите, уклад – это у нас для родовой структуры. Ну, собственно, у нас обычно так и говорят, что родовой уклад – так. Оклад – это оклад имеется не оклад, в котором мы зарплату получаем, а оклад имеется в виду для иконы, например. Соответственно, это для божественной структуры. Вот так. Дальше. Склад – это у нас слово, так, это у нас материальное. И веди – это у нас для знаний, то есть вклад для познания. Ну вот мы с вами сегодня рассмотрели четыре слога. И теперь переходим к нашим двум вертикалям. Итак, третий вертикаль. Веди – земля, мыслите, ук, ша, арь, кси. Расшифровываем мы сначала по образам. Веди – земля, мыслите послание в пространстве, как однородная структура духа. Это у нас конравенство. Что оно означает, конравенство? Всё материальное имеет волнового двойника или волновые свойства. Ну, мы все понимаем, да, что у нас вся материя, она не состоит только из атомов, так сказать, и молекул. Так, материя у нас имеет триединое состояние. Так, это у нас материя, это у нас информация и энергия. Вот, соответственно, вот, так сказать, всё вместе – это у нас получается уже, так сказать, ну, скажем так, весь наш материальный мир, который состоит из материи, из энергии и из информации. Вот, соответственно, каждый материальный объект, существующий в этом мире, имеет и энергетического, и, соответственно, волнового, то есть информационного двойника. Вот, соответственно, у нас, вот, так сказать, конравенство, он об этом нам с вами и говорит. И следующая у нас идёт с вами вертикаль, это у нас четвёртая вертикаль. Глаголи – иже, наш, оук, шта, эдо, пси. Расшифровка по образам глаголь, равновесие, воплощенного образа в правде и защита и прикосновение к душе. Это у нас с вами кон любви. В основе мироздания лежит любовь ко всему сущему. Ну, про этот кон мы с вами много говорили, поэтому я думаю, что комментировать его не стоит. И так с ним более-менее всё понятно. Спасибо. На сегодня мы с вами завершаем наш разговор. Подписывайте на наш канал. Смотрите нас на Ютубе, Рутубе, ВКонтакте и в Телеграме. Все ссылки есть, перекрёсные ссылки есть на всех каналах. Спасибо. Всего вам доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова